Катя Пипи На сегодня-то тебе полегче, пап? Да нормально все Ну отпустила Ну и перепугал ты нас вчера с мамой Аркаш, ты меня изводишь За здоровьем надо следить Столько лет жаловаться на сердце И не лечиться Конечно, у тебя приступ Слава богу, спасибо, скорая вовремя подоспела Ну, знаешь, годы все-таки Ну и что? Ну я думал, поболит-полит и пройдет Господи, может зря от госпитализации отказался? Да врачам только дай волю Они всех бы в больницу уложили А я не хочу Дома и стены лечат Ну хоть были окна обследования Они все проверили, прописали бы какое-то лечение А дальше, пожалуйста, лечи себе дома А еще лучше, в санаторий можно поехать Да, конечно Кстати, у нас же скоро отпуск Вот, можем все вместе поехать Ну, знаете, до отпуска еще далеко А вот знаете, девчонки, что я хочу? Чаю С малиновым вареньем Ой, а А малинового-то и нету Ничего, сейчас схожу и куплю Спасибо, Катенька Спасибо, моя милая Ой, ой, ой Ну ладно, чего ты Ты же знаешь Все сделаю, лишь бы ты у меня здоровым был Спасибо, милая, спасибо Я мигом Спасибо Иди сюда Садись, садись Иди Что, при маме нельзя было? Это я могу сказать Только тебе Спасибо Спасибо Пожалуйста Да я хотел с ним вчера встретиться А он меня так подвел То же самое Да не говори Люба, послушай, для меня это важно Ты должна знать Я В общем У меня есть еще один ребенок Есть еще дочь Твоя младшая сестра Что? Двадцать лет назад я Изменил Кате Она об этом не знает А где эта девочка? Что с ним? Я ее никогда не видел Я виноват перед ней Ты Ты найдешь ее Ради меня, правда? Понимаешь? Может Может быть Ей что-то нужно Может быть Ты поможешь мне Искупить мою вину Пап Не волнуйся Мы вместе ее отыщем Хорошо? Обещай мне Пожалуйста Обещай мне Хорошо, хорошо Я обещаю Ты только не нервничай Что? Да Сердце? Ничего, ничего Ничего Сейчас пройдет Давай Сейчас пройдет Давай Что-то плохо мне Дышать тяжело Так Троглицерин Давай Под язык Давай Давай Должно отпустить Пап Плохо Плохо мне Да что ж такое Так, пап, держись Пап, сейчас Сейчас Алло, скорая Скорая, человеку Плохо Сердце Приезжайте скорее Здравствуйте 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 Ой, ой, ой Люба Люба, прошу тебя Найди свою Сестру Пап Прости Меня Папа Папа Сейчас приедет врач Тебе станет лучше Слышишь? Пап Папа Давайте Чай пить Я купила Вот Малиновое варенье Рогалики Малиновое варенье Хороший был человек Пусть земля ему будет пухом Сколько поколений студентов воспитал Вот на таких людях страна наша держится Аркаша, мой Аркаша Как же я без тебя Не всегда рядом был Самый верный Самый любимый Самый лучший муж на свете Лень Мама нам предложила квартирами поменяться Говорит, что ей будет тяжеловато одной в четырехкомнатной Ну и опять же Кругом воспоминания Что ты думаешь? Ну что, хорошая идея Ей здесь вполне места хватит У нас семья Оленька растет опять же Только я вот думаю, может мы пока с ней поживем И я не хочу ее одну оставлять Да, конечно, милая Я не против Заодно бумаги отца разберем Не хочу, чтобы она одна этим занималась Без нее тоже как-то неправильно Как же я устала Ты отдохни Не думай ни о чем Вот и все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Дорогой Аркадий Прости меня за это письмо Наверное, ты считаешь все произошедшее между нами Ошибкой У тебя своя жизнь, в которой мне нет места Но есть кое-что, о чем ты непременно должен знать У меня родилась девочка И я назвала ее Викторией Это твоя дочь Люба Пойдем чайку попьем Я с мятой заварила Мам Мам Ну не мучай себя, пожалуйста Давай чайку попьем Пойдем Валерик 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 Она, что за манеры? Воспитания нет. Воспитания. Настроения нет. Воспитание мы с вами обсуждать. На себя посмотрите сначала. В смысле? У нас вообще все нормально. А ты что такая бу-бу-бу, Викуль? Тебе что, опять с работы что ли выгнаны? Вам какое дело? Вы мне что, работу предложить хотите? А что ты так с нами разговариваешь? Ты на себя в зеркало смотрела? Ты кому нужна-то? Ты что с себя взять-то? Валерик, она не нужна никому. Да, конечно. Вообще. А ты это, комнату свою продай. А что, нормально, у нас вон Пономарёва и Лёха с Ленкой продали. И нормально, на первое время нормально, жрать хватает. А потом, глядишь, пристроишься куда-нибудь. А что, потом на вавзале будем жевать что-нибудь? В смысле? Вот коза, Валерик. Валерик. Лёнь, а ты можешь представить, что мой папа изменил маме? Лёнь, а ты что? Откуда вообще такие мысли? В покойниках, сама знаешь, плохо не говорят. Он мне сам сказал. Перед смертью. У него есть внебратитная дочь. Ну, это что? Я обещала её найти. Ну, не знаю, как ты будешь её искать. Искать человека, о котором тебе практически ничего не известно? Нереально. Я не успокоюсь, пока не найду её. Любонька, ты только не переживай. Ну? Ты же не можешь отвечать за поступки своего отца. Не можешь. Тебе давай спать. Спой, 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 спой. Я... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. 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 Люка, привет. О, привет. Ты как? Ничего. Мне очень жаль. Прими мои соболезнования. Спасибо, Олесь. Если что-то нужно, ты только скажи. Сама знаешь, ты всегда можешь на меня положиться. Да, знаю. Но ты не волнуйся, я правда держусь. Я думала, у тебя не будет пару дней. Ну, посидела бы дома, может, тут как-нибудь без тебя бы справились. Да нет. Дома даже как-то тяжелее. Здесь все-таки можно на работу переключиться. Ну да. Тоже верно. А я за чаем тебе принести? Давай. Если не трудно. Да легко. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Добрый вечер. Ой, ты вовремя. А я как раз вон баклажаны потушила, как Аркаша любил. Как хорошо, что вы здесь. Есть для кого приготовить, о ком позаботиться. Я же не привыкла так вот одна. Да ну что вы, нет проблем. Мы же с Аркашей хотели домик. Ну, свой. Так что подальше от суеты. Но теперь-то куда я одна. Да ничего, ничего. Пока вместе поживем. Вы за Олечкой присмотрите. И вам хорошо, и нам. Я с удовольствием. А почему ты один? А где Люба? Люба пока на работе задерживается. Она же у нас трудоголик. Ну да. Конечно. Вот ты знаешь, я что еще думаю? Что она вот так вот в работе спасается просто потому, что ей очень тяжело. Они же с отцом очень близки были. Ну да, да. И это, конечно, тоже. Спасибо. Это ж так хорошо, вот когда есть чем себя занять. Вот не есть чем себя занять. Правда. Мне здесь все напоминает об Аркаше. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Спасибо. Ну, что надо? Здравствуйте. Я ищу Маргариту Абрамову. Таких здесь нет. Подождите. Может быть, вы знаете, куда она переехала? А она здесь лет 20 назад жила. Вспомнила бабушка первую брачную ночь. Мы здесь уже 10 лет живем. И таких не знаем. С днем рождения. И сказал, что если нужна будет помощь, он поможет. За тебя, малышечка. Где мои деньги? Чего? Че слышала? Кто из вас двоих сперлые мои деньги? Возвращайте все чаши. А то что? Да ладно, что ты ее слушаешь? Несет какой-то бред. Где мои деньги? Ты что творишься? Я не понял. Порядок потом тут не забудь навести. Да тут вся квартира, одна склошная свалка. Вы только и делайте, что свинарник разводите. Еще и воруете. В смысле? Ты что такая уверенная? Если ты такая уверенная, давай, иди в органы там, заявление накатай. Может, они тебе помогут? Сейчас помогут они, ага. Тварь. Я буду до конца с ней благодарить. Простите, пожалуйста. Тебя осадка. А может быть, вы помните Маргариту Абрамову? Она в 46-й квартире жила. Маргариту Абрамову? Да. Нет, извините. Никогда такое не слышала. Спасибо. Тише, тише. Поехали гулять. Ты моя дорогая. Ой, ой. Ой. Здравствуйте. Прошу прощения. Может быть, вы знаете Маргариту Абрамову? Маргариту Абрамову? Да. Из 46-го? Точно. Ага. Сейчас, деточка. Сейчас я все расскажу. О, господи. Правда, мне сказали, что они переехали? Я в этом доме сто лет живу. Всех знаю. И помню. Так вот, не переехала она никуда. Поверла давно. Как умерла? А вот так вот. Болела долго. Умерла бедняжка. Да. А как же девочка, дочка ее? Ой, жалко ее. И ее жалко, и дочку жалко. Ой, трудное детство у девочки выдалось. Семи лет в детском доме. У матери-то родных. Кого не было, а отца никто не видел. Привет. Ну, наконец-то. Все уже давно спать легли. А ты только домой пришла. Лень, представляешь? Та женщина. Она умерла давно. Подожди, какая женщина? Любовница твоего отца, что ли? Ну? Ну что, оплакивать ее будем? Какая-то женщина умерла тысячу лет тому назад. Лень, ну не изви, пожалуйста. Не тот повод. А, ну хорошо. Умерла и умерла. Любовенька, что это меняет в нашей жизни? А то, что моя сестра выросла в детдоме. Потому что у нее больше не было никого. Ну да, да. Ничего же уже не поменяешь. Что было, то было. Я понимаю. Но я же должна что-то сделать для нее. Ну что? Что ты можешь сделать? Стать для нее ангелом-хранителем? Лень, ну что ты все смеешься? Ну, пойми, если бы мой отец тогда признал ребенка, мы бы взяли ее к себе. Я представляю реакцию твоей матери. Она была бы безумно счастлива. Она бы приняла ее, Лень. Мы бы жили вместе. А так получается, что у меня было все, а у нее ничего. Подожди, стоп. Ты сейчас серьезно об этом? Да. Да я вообще все детство мечтала, чтобы у меня был братик или сестренка. А так получается, что она у меня, оказывается, есть. Так, Люб, давай-ка мы с тобой без сентиментальностей вернемся на землю, хорошо? Лень, мне очень жаль, что ты не хочешь меня понять. Я хочу спать. И ты тоже ложись. Я все-таки надеюсь, что завтра утром тебе вернется здравый смысл. Ой, Любашенька. Кофе будешь? Да, спасибо. Ты себя хорошо чувствуешь? Чувствуешь себя хорошо? А, ну все в порядке. Мам, мне там для работы еще кое-что собрать нужно. Я сейчас. Доброе утро. Доброе. Я так за Любу переживаю. Оно после смерти отца какая-то вот, какая-то потерянная, нервная. Ну это естественно, такая утрата. Я сама-то в себя прийти не могу. Нет, вы молодцом. Держитесь. Ну, стараюсь. Ну, я очень за Любу переживаю. Да, ей сейчас бы не помешало немного отдохнуть, развеется? Вот. А почему бы вам вдвоем не поехать куда-нибудь отдохнуть? А я с Олечкой побуду. Это хорошая идея, но я боюсь, что Люба не согласится. Она же у нас трудоголик, ее не вытащишь никуда. Ну, ты постарайся. Вот ей бы это сейчас так на пользу пошло. Ну, я попробую. Ага. Ну, вот я и поехала вчера. Здрасте. 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 Лень, заведешь меня в детский дом? Подожди, я думал, мы на работу едем. Ну, я предупредила, что могу задержаться. Попозже подъеду. Делать тебе нечего. Леня, ну, не начинай. Твоя упрямство меня поражает. Ну, ладно, говори адрес. Тут недалеко, я покажу. Твое упрямство меня. Твое упрямство. Д規ед. Э, это моя курица. А вы уже сперли мою бабку? Хамка. Да подавись ты своей курицей. Все равно пересоли его. Нормальная курица. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к Надежде Алексеевне. А вы по какому вопросу? Я вчера звонила по поводу Вики Абрама. А, это вы. Ну, проходите. А, Листьевна. Ты меня напугал. Позволь представиться. Перед тобой новый начальник отдела маркетинга. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, друзья, спасибо, спасибо. Да ладно? Тебя повысили, что ли? Именно. Мало того, что повысили, дали личный кабинет. И сегодня я, между прочим, туда переезжаю. Слушай, это просто замечательно. Я тебя от души поздравляю. Уверена, ты будешь лучшим в мире начальников. Спасибо, спасибо, дорогая. Спасибо. Отмечать-то будем? Ну, события все-таки. Обязательно. Сейчас только Любе позвоню. Обрадую. Всех. Извините. Сожалею, но никакой информации я вам дать не могу. Надежда Алексеевна, ну, я вас прошу, это очень важно. Меня можете не уговаривать. У нас есть определенные правила, и мы их придерживаемся. Ну, может, хоть разок в жизни можно отступить от правил? Ну, если так будет лучше для всех. Вы свое родство можете доказать? Ну, вот откуда я знаю, кто вы такая и зачем вы Викторию разыскиваете? Ну, поймите, у нас особые обстоятельства. Девушка, ну, каждый человек считает свои обстоятельства особыми. Извините, я вам ничем помочь не могу. Подождите. Может быть, мы можем как-то договориться? Да вы что? Вы что, мне взятку предлагаете? Я живу по букве закона и не собираюсь его нарушать. Извините. Уходите отсюда, мне не о чем с вами говорить. У меня масса дел, вы меня задерживаете. Надежда Алексеевна, ну, простите. Ну, может быть, вы можете что-то передать Вике? Девушка, я вам уже все объяснила. Сейчас я спешу. Поймите, у нее больше никого нет. Это была предсмертная просьба нашего отца. Он умер. Соболезную, но законы это не меняет. До свидания. Девушка, девушка, подождите. А вы меня, извините, я слышала, как вы с нашей заведующей говорили. Я, кажется, догадалась, о ком идет речь. Да? Я ищу Вику Абрамову, свою сестру. Она попала сюда больше десяти лет назад. Вы помните ее? Ну, конечно, как же. Забудешь эту упрямницу. Я ж то время к ней очень привязалась. Может быть, вы знаете, где ее найти можно? Да нет, сейчас-то я не знаю, где она. Тем более, у нее после детского дома проблемы были. Она даже в колонию попала. В колонию? Ну, не волнуйтесь вы так, ну, ничего страшного. Это, ну, мелкое воровство. Но голод не тетка. А знаете что? А давайте я вам ее адрес комнаты дам, ну, которую ей государство после детского дома выделило. Да, конечно, я была бы вам очень благодарна. Это совсем недалеко. Сейчас я вам запишу. Значит, смотрите. Улица Третья Парковая. Ага. Дом один, а квартира 29. Это рядом совсем. Я же вижу, вы же хороший человек. Нашу Викушку-то не обидите. Да что вы. Наоборот, помочь хочу. Угу. Спасибо вам огромное. Да это вам всегда так. Мама ждет. А мамку все не идет, да? Ну, пойдем, бедолага. Почему ты не ответила на мой звонок? Прости, не могла говорить. Что это? А вот если бы ты соизволила ответить, то знала бы, что твой муж получил повышение. Но тебя, конечно, из дела поважнее. Да ты что? Я тебя поздравляю. Ну, спасибо, конечно. Леон, ну, прости. Но я, правда, до сих пор в себя не могу прийти после этого детдома. Мне так жалко всех их детишек. А мне жалко тебя. Ты себя изводишь. Давай, что ли, съездим куда-нибудь отдохнем? Отличившись от своих переживаний. Не сейчас. Прости. Кто бы сомневался. Ладно. Так. Спасибо, конечно. Хорошо. Ленька, у тебя такой счастливый. Не, молодец, он дослужил. Наконец-то разглядели, на что он способен. Ты что, я так рада за него. Да и за себя порадуйся. Ну, круто же. Зарплату добавят. Можете больше себе позволить. Ну, это да. Я как раз тут собиралась сдавать нашу квартиру. Мы все равно в родительской живем. Ну, теперь, наверное, не будем. Так, ну и правильно. В конце концов, не будет же. Подожди. Что? Твоя мама с вами вечно жить. Не думаю, что Лене это понравится. И вообще, какая бы ни была чёща, жить нужно своей семьей. Ну, это естественно. Ей же нужно время прийти в себя. Мы торопить её не будем. Ну, понятное дело. Здравствуйте, извините, а не могли бы администратора позвать? А вам зачем? Я хотела бы узнать, не нужны ли работники? Нет, девушка, нам никто не нужен. Спасибо. 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 Извини, Олесь. Извини, ради бога, извини. Да ничего страшного. Ничего страшного. Классный костюм. И очень соответствует образу начальника. Да уж, жаль моей жене плевать на мой костюм и на моё повышение. Знаешь, даже поздравила меня как-то так, только ещё сто долго. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, ну её можно понять. У неё сейчас непростой период. Она мне всё рассказала. А про свою сестру и про свою безумную идею Фикс тоже рассказывала. Да уж, я тебе не завидую. Появится в вашей семье новый человек со своим укладом. Кто его знает, чем это может обернуться? Похолись, не сыпь ты мне соль на рану. И так всё накатилось. Этим переездом с тёхей, которая не собирается уезжать. Сестра ещё и эта. Только её не хватало. Нет, ты хоть понимаешь, во что ты нас всех втягиваешь? Это же безумие какое-то. Мне изначально вся эта ситуация не понравилась, но сейчас, когда речь идёт об уголовнице, как ты вообще можешь всерьёз об этом думать? Лёнь, она не уголовница. А, то есть это как-то по-другому сейчас называется. Ну да, хорошо, она сидела. Но за мелкую кражу. Мы же не знаем её жизненных обстоятельств. Может, ей есть было нечего. Мы не имеем права её осуждать. Да я не собираюсь никого ни осуждать, ни оправдывать. Мне вообще, если честно, всё равно. Где она сидела, что украла? Мне такие родственнички не нужны. Да ты даже ни разу в жизни её не видел. Её видеть не хочу. Даже ради меня? Лёна. А я как раз адрес узнала. Завтра хотела поехать. Думала, ты со мной съездишь. Ради тебя? Нет. Ну, Лёна, ну нет, с тобой было бы легче. Я в подобном безумии. Участия не принимаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Ведь я сам квартирку не перепутал, дамочка. А Виктория здесь живёт? А, Виктория, проходите. Да. Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Меня зовут Люба. Мне Вика очень приятно. Я дочь Аркадия Игнатова. Кого? Это мой папа и твой, простите, ваш папа тоже. Да можно на ты, я из простых выкать не привыкла. Хорошо. У нас один папа. Получается, что мы сёстры. Я поняла, поняла. Первый раз о нём слышу. С чего такой интерес к моей персоне? Раньше мы ничего не знали о тебе. Папа, он тоже не знал? Папа умер. Но он очень раскаивался и перед самой смертью просил найти тебя. Ага. Вот так. Но на что ещё теперь? Я знаю, как сложилось твоё детство. Мне очень жаль. Да ты что? Ну, это надо папе сказать спасибо. Впрочем, я его не знала и знать не хочу. У меня просто мама рано умерла, она мне ничего не говорила. И мы забыли о нём так же быстро, как и он о нас. Папа не забыл. Он просил найти тебя и помочь, если ты в чём-то нуждаешься. Серьёзно? Совесть заиграла, что ли? Вика. Папа был очень хорошим человеком. Я понимаю, тебе трудно в это поверить. Но правда... Он очень переживал. Хотел как-то загладить вину, но... Просто не успел. Не успел? Ему 20 лет не хватило? Было бы желание. Скажи, я могу что-то сделать для тебя? А что ты хочешь для меня сделать? Откупиться для очистки совести? Вика, я правда хочу помочь. Ну, помоги ей. Вот мне работа нужна. Можешь предложить? Хорошо. Что ты умеешь делать? Я ничего не умею делать. На учёбу времени не было. После детдома попала в колонию. Из колонии вышла, подработкой перебиваюсь. Ну да. Без опыта, конечно, будет немного сложновато. Ну а что, слабо меня с такой анкеткой устроить? Тогда нечего тут. Помочь она пришла. Нет. Нет, Вика, я не отказываюсь. Я постараюсь что-нибудь выдыскать. Ну подойди. Сделаю всё возможное. Наверное, мне уже пора. Моя визитка. Обязательно звони, если вдруг всё понадобится. Хорошо? Не стесняйся. Свой номер телефона оставишь? Да без проблем. Понадобятся ценные сотрудники, звони. Обязательно. До свидания. Да, она... Другая. Но это же не значит, что она плохая. Я вас обязательно познакомлю. Как хочешь, Любонька. Если честно, мне всё равно. Только, пожалуйста, ты будь с ней помягче. А то ей и так любви и тепла не хватает. Но любви и тепла обещать не могу. Лёнь. М? Ну, ладно, для начала хотя бы не злись на неё. Она-то вообще ни в чём не виновата. Я даже представить не могу, что ей пришлось пережить. Может быть, поэтому она и рисковата. Это её защитная реакция. Тебе прям надо так всех оправдывать, да? Потому что я понимаю, что моя жизнь сложилась намного лучше. А она вообще одна во всём мире. Нет, ну теперь-то у неё есть ты. Готова окружить её вниманием и заботой. Девочке несказанно повезло. Она поймала свою дачу за хвост. Вот ты её ещё не знаешь, а уже... Можно подумать, ты её знаешь. Ребят, ну пойдёмте ужинать. Мы с Олечкой уже вас ждём. Да, да, да. Хорошо, Екатерина Андреевна. Нет, ну ждать от неё пунктуальности я бы не стал. А зря. Вот и она. Привет, я Вика. Привет. Леонид. Очень приятно. И мне. Прямо очень-очень приятно. Лёня? Ну что, я же ничего такого не сказал. Ну что, Вик, может, расскажешь о себе? Извини, что я на «ты». Мы всё-таки как-никак семья. Нет-нет, там даже лучше. Ну так вот, ну расскажи о себе. Мне уже Люба упомянула о твоей увлекательной истории. Спасибо. Ты не такая уж она и увлекательная на самом-то деле? Нет, ну это как сказать, понимаешь? Для нас простых смертных тюрьма – это всё-таки что-то необычное. Что-то типа приключения. Ну такого приключения врагу не пожелаешь? Просто обстоятельства-то разные бывают. Там любой может оказаться. Ну сомнительное утверждение. Как мне кажется. Ну просто кому-то везёт, а у него по жизни всё гладко складывается. А может, просто преступление не надо совершать, нет? Когда тебе жрать нечего, ты об этом особо не думаешь. Ага. Лёнь, прошу, тебе хватит? Ну это что, у нас всё в порядке. Просто у нас такой стиль общения, да? У нас всё хорошее будет отношение, как у брата и сестры. Я очень на это надеюсь. А пока, Лёнь, я бы хотела показать Вике, как мы живём. Как папа жил. Нет, ну если это нужно, конечно. Нужно. Только, Вик, у меня будет к тебе одна просьба. Пожалуйста, не говори маме, кто ты, а то она это её убьёт. Ну конечно, я понимаю. Но мы и не должны встретиться. Она как раз пошла Олю забирать из садика. Они ещё погуляют по дороге. А я пока тебе всё покажу. Ну что, чайку? Проходи, проходи. Вот значит, как вы живёте, да? Ну, тут папа с мамой живут. Я здесь родилась и выросла. Ясно. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Садитесь. Вот, смотри. Это папа. Молодой ещё. Когда они только с мамой познакомились. Давненько это было, я так понимаю. Ну да, они всю жизнь вместе прожили. Верности и согласии. Как выяснилось. Все люди совершают ошибки. Ну, спасибо. Ой. Прости. Прости. О, у нас гости, да? Лёх, а чего ж ты не предупредила? Я бы что-то приготовила бы. Я ненадолго зашла. Просто вы же с Оленькой в парке были. Ну, я не стала тебя беспокоить. Ну, что-то там похолодало. Ветер поднялся, он нос холодный. Как бы не простудился ребёнок. Мам, это Вика. Моя подруга. Здравствуйте. Ну, очень приятно. Ну, будьте как дома. Привет, я Оля. Привет, Оля. Я Вика. А это Кристина. Привет, Кристина. Такая красивая кукла у тебя. У неё платье такое модное. Прямо как у тебя, да? Хочешь, я покажу тебе ещё игрушки? Можно. Можно, только попозже. Давайте-ка сейчас чайку попьём. Давай, иди, руки мой. Сейчас быстренько что-нибудь приготовлю. Мы голодные, вы с нами поедите. Не надо, пожалуйста. Я ухожу уже сейчас. Ну, ещё чего. Что же мы, негостеприимные, что ли? Сейчас быстренько. Люба, я вообще тебя не узнаю. Ну, давай, помогай. Да. Проходи, проходи, Вика. Любанька, можно тебя? Ну, что-то игралось. Леонид, начиная только. А это здесь при чём? Иди, разгребай своё враньё. Только смотри за ней в оба кого. И тут чего не приглянулась? Прошу вас. Спасибо большое. Помидорку будешь? Нет, спасибо. Надо же, Любаша. Думала, всех твоих подруг знаю. А Вику никогда не видела. А мы недавно подружились с мамой. А, понятно. Кушай, давай, кушай. На работе, наверное, да, познакомились? Да. Вик, да вы не стесняетесь. Слушайте, я хочу похвастаться. Вот попробуйте соленье, домашнее и сама солила. М? Очень вкусно, спасибо. Если вы любите готовить, я могу дать вам рецепт. Я, честно сказать, не очень умею готовить. Да вы что? Мама готовит. Понятно. Мам, Вика, сирота. Ой, ради бога, извините. Я не знала. Ничего. Ребенок. Ты у меня плохо ешь сегодня. Давай, положи-ка ей салатик. Даже помидорку. Давай, мы нагулялись с тобой. Спасибо тебе еще раз огромное за то, что пригласила за ужин. Мне же пора идти. Молодец, что согласилась прийти. Ну вот, папочка. Ты и нашелся. Что? Что это за папочка? Это как понимать? Мам. Что? Я сейчас все объясню. Ну? Типа, говорил, не надо было это все придумывать. Чернобой все раскрылось. Что раскрылось? А что происходит? Я, Люба, я ничего не понимаю. Мам, ты только не нервничай, ладно? А я не нервничаю. Мам. Что? Вика, моя сестра. Какая сестра? Раз, два, три, четыре, пять. Мам, на, выпей. Станет легче. Давай. Давай. А может, врача вызвать? У-у-у. Мне уже лучше. Да? У-у-у. Я вот сейчас пляшу. Ага. Все пройдет. Давай. Вот так вот. Люба, ну как мне это пережить? Люба. Мамочка, пожалуйста, ну не нервничай ты так сильно. Ну прости, пожалуйста. Мне самой папа обо всем рассказал только перед самой смертью. Ну как он мог так со мной поступить? Мам, пожалуйста, не терзайся. Это была минутная слабость. Он очень сожалел об этом. Он любил только тебя. Слышишь? Откуда я теперь могу знать, что это правда? Я же ему так верила. Даже не сомневайся в этом. Угу. Мам, он бросил ребенка из боязни потерять тебя. Знаешь, вот... Вот я даже не могла себе такое представить вообще. А вдруг я Аркашу вообще не знала? Мам, ты что? Нет. Папа был таким, каким мы все его знали. Совестливым и честным. Он чувствовал огромную вину перед дочерью. Угу. Он хотел как-то ее загладить. Угу. Попросил меня об этом. Передо мной он свою вину не чувствовал, нет? Ну ты что? Мам, о тебе он думал прежде всего. Ой, все, я запрошусь. Все. Все, давай перестанем это все ворошить. Мы это все забудем. Ну, по крайней мере, попытаемся. Мам, я же не могу забыть о последней просьбе отца. Я ему обещала. О, вот, моя дорогая, вот такими вот совестливыми, как вы с отцом. И пользуются все остальные. Ой. Что? Плохо? Нет. Нет, нет. Просто голова как-то... Мам, прости, пожалуйста. Зря я ее притащу. Ну, а чего ты ждала? Разве не очевидно было, что так все и выйдет? Мне нет. Ну, мне да. А я тебя предупреждал, между прочим. Зато теперь ты должна быть довольна. Познакомилась с сестрицей, исполнила волю покойного отца. Лучше бы о матери живой заботилась. Лень, ну, начинай, пожалуйста. Лучше помоги придумать, как все исправить. А, то есть ты эту кашу заварила, а мне, значит, расхлебывай. Можно? Слушайте, я за чашкой чая полчаса стояла. Буфетчица одна, вторая уволилась, ничего не успевает. А вы что, оба не в духе, что ли? Что случилось? Да нет, ничего не случилось. Все в порядке. Я, если честно, не ожидала, что ты придешь после вчерашнего. Я как раз поэтому и решила зайти. Как твоя мама? Я очень испугалась, что я вчера плохо стал из-за меня. Ничего. Ей уже лучше. Я не хотела, чтобы так получилось. Про отца как-то само собой вырвалась. Потому что, понимаешь, я так долго о нем ничего не знала и представляла себе, какой он. И тут увидела, и... Извини. Не переживай. Я понимаю, что ты ненарошен. А мне правда очень жаль. Ты теперь, наверное, не захочешь со мной общаться после этого, да? Почему? Вика, что сделано, то сделано. Это ничего не меняет. Ты что, серьезно, что ли? Конечно. Я просто привыкла к тому, что я вечно все мешаю и меня выкидывают из своей жизни по поводу и без. А ты отвыкай. Вот я обещала тебе подобрать работу. Я свое обещание держу. Ты что, мне работу нашла, что ли? Да. Ну, конечно, в твоей ситуации сложно было подобрать что-то более-менее серьезное. Но если тебе все равно, где работать, то нам в столовой нужна буфетчица. Так что, если ты согласна... Да, конечно, я согласна. Добрый вечер. Олечку пораньше уложила. Она нагулялась, устала. Хорошо. А Люба где? Ну, где-где. Опять побежала к этой своей Вике. Господи, да что же это такое-то? Это девица, это ей уже родная семья стала. Не знаю, она как будто помешалась на ней. Нет, я не понимаю, что между ними общего? Не знаю. И главное, что мы-то ничего о ней не знаем. Да. Надо бы понаблюдать за ней, что ли. Как понаблюдать-то? Сюда ее, что ли, приглашать? Ну, а почему бы нет? Нет, Леония, ни за что. Ни за что. Здесь Оля. Мне тяжело ее видеть. Ну, все-таки придется нам немного потерпеть. Тогда, может, мы узнаем, что это за человек. А то уже она слишком умела давить на Любину жалость. Ну, не знаю. Может, ты и прав. Да, конечно, я прав. Я уже давно ее раскусил. Нам надо с вами все под контролем держать. Тогда мы откроем Люби глаза. Да? Да. Вика? Ты что здесь делаешь? Работаю, как видишь. Шутка, что ли, дурная какая-то? Я в совпадения не верю. Какие совпадения? Меня Люба сюда устроила. Ах, Люба. Надо же. Понятно. А что ты удивляешься? Так бывает в жизни. Знаешь, чем я удивляюсь? Любиной наивности. Мне-то абсолютно понятно, что ты ее используешь. Молодец, девчонка. Хорошо устроилась. Удобно. Ну, так у меня вся жизнь одно сплошное удобство. Вы-то с Любой никогда ни в чем не нуждались. У меня, может, в жизни единственный шанс появился. Ну, ясно. Ты же своего не упустишь. Приятного аппетита. Спасибо. Надеюсь, не помешаю? Нет, конечно, присаживайся. Всегда рад приятной компании. Значит, что, все? Угу. Вот этим наешься? Я фигуру берегу. Ну, фигура у тебя и без того прекрасна. Но она, может, у меня поэтому и прекрасна. Может, красочек? Нет. Ну, пожалуйста. Не согласни. На кусочек. Я буду есть огурец. Для меня? Нет. Алло. Любаша, это мама. Привет. Любочка, я, знаешь, я тут подумала. Ой. Ну, в общем, я была не права. Конечно, ты можешь приводить Вику домой. Тем более, что это теперь твоя квартира. Я же вижу, как для тебя это важно. Ну, что ты? Ну, за что ж спасибо? Да, все хорошо, да. Ну, значит, договорились. Спасибо тебе огромное за работу. Я до последнего не верила, что поможет. Да не за что. До свидания. До свидания. Ну, как все прошло-то? Ну, не сильно устала? Да что там сложного-то? Я никакой работы не боюсь. Ну, и молодец. Слушай, ну, если ты никуда не торопишься, может, к нам поедем? Ну, поужинаем? К вам домой? Ну, да. После того, что было, я думаю, не стоит. Не переживай, я поговорила с мамой, все в порядке. А кому это надо? Мне. И папа бы очень хотел этого. Ну, ты знаешь, что желаниями этого человека я не особо дрожу. Вика, я прекрасно понимаю тебя. Может, все-таки попробуешь простить его? Как-нибудь обязательно. Но если тебе это действительно важно, то ладно. Ну, и отлично. Поехали. Поехали. Пойду маме с ужином помогу. А давай я тоже помогу. Нет, нет, не нужно. У нее там уже почти все готово. Так что сиди, отдыхай. Ну, ладно. Лень, слушай, а что за девушка сегодня с тобой обедала? А тебе-то какое дело? Мне просто показалось, вы так близко общались. Тебе показалось. Олеся – друг семьи. Вообще тебя это не касается. И может, и сестре беспокоюсь? Тебя кто-то просит об этом? Пойдем поиграем? А ты научишь меня? Конечно. Пошли. Я пойду уже, наверное, поздно. Да ладно тебе, посиди. Сейчас Люба Олю уложит. Чай допьем, и ты поедешь. Давай еще вот пирожочек. Давай, давай, давай. Ой, спасибо. Ой, я все вспоминаю, как мы раньше здесь у вас сидели. Болтали до самого утра, чай вот так пили. Еще Аркадий Семенович был жив. Как же ему нравились вот такие посиделки наши. Ой, Ленечка, спасибо тебе большое. Я тоже все время это вспоминаю. Ой, как же мне не хватает этих наших посиделок. А вот без него уже не так. Да. А я ведь когда сватался, так же, как Аркадий Семенович когда-то, Любе вместо кольца браслет подарил. Серьезно? Очень необычно. А я... Спит. Спит. Я Лике рассказывал, как я тебе браслет подарил. Да. Вот. Все время ношу, почти не снимаю. Ой, так красиво. Ну, выбирал, старался. Екатерина Анатольевна, вы свой-то покажите. Ну, покажите. Ой, ну чего. Ну, правда, мам. Перестаньте. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. А я все время думал, как же предложение сделать, чтобы не отказала. Колец пересмотрел, кучу. И вдруг вспоминаю, как когда-то Аркадий Семенович рассказывал, как он делал предложение. Ну, все-таки как-то неординарно, да? Необычно. Так и сделал. Я тогда от счастья чуть не расплакалась. Ну, действительно, такая романтика. Да. Выходи, говорю, замуж за меня. Руку и сердце прилагаю. Ну, это такая традиция семейная, да? Ничего не понимаю. Он все время был у меня здесь в шкатулке, а сейчас его здесь нет. Ну, как нет? Ну, вы хорошо посмотрели? Ну, конечно. Ну, куда он мог деться в доме? Мам, ну, просто куда-нибудь положила и забыла. Люба, я пока еще в своем уме и в светлой памяти. Такого бы я не забыла. Ну, мам, ну, куда он денется? Найдет? Ну, конечно, найдется. Посторонних-то дома не бывает. Подождите, вы что, меня подозреваете? Понятно? Вик, Вик, ты что? Пожалуйста. Да нет, никто тебя не подозревает. Я покажу, посмотрите. Вот, смотрите. Ничего нет. Нет, Вика, я вовсе не хотела тебя обидеть. Вик, ну... Я все поняла. Вик. Вика, я тебя прошу, не надо так реагировать. А как мне надо реагировать? Я бы посмотрела на тебя, если бы с тобой так обращались. Послушай, тебя никто не хотел обидеть. Да не надо мне, мне не привыкать уже. Я здесь чужой человек, я это прекрасно понимаю. Ну, прекрати глупости говорить, Вика. А! Опа! Вик, ты что? Я это впервые вижу! Мне-то подбросили! Да кому ты нужна, зачем? Ну, кому-кому, кому-то из нас денежки-то нужны. Это вам нужно, чтобы от меня избавиться! Да ты постыдилась бы! Тебе тут со всей душой, а ты... Господи, как это противно. Весь этот фарс с этим рюкзачком. Ну, зачем? Это понятно, чтобы подозрения отвести. Обвиняйте меня сколько хотите, мне плевать уже! Я впервые в жизни людям поверила. А вы оказались такие же, как и все! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЛЁП Ну, вот я не зря, я же говорила, я предупреждала. Держись подальше от этой девицы. Я надеюсь, сейчас ты поймешь, как я была права. Боже мой, это же... Это... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот, удача нам улыбнулась. Какая же тут удача? Я до сих пор в себя прийти не могу. Мы слишком впечатлительны. Нет, это же наглость-то какая. О чем эта девчонка вообще думала? Предполагала, что ей вот так вот сойдет с рук? Да она ничего не украла. Неужели не догадались? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как? Я не поняла. Подождите. Мы же с вами договорились. Мы договорились избавиться от этой Вики. Что я и сделал. Я поверить... Я поверить не могу, это... Ты подложил ей браслет? Я правильно поняла? Это как же ты мог? Как можно делать такие вещи? Подождите. И что тут такого? Полицию мы не вызвали. В тюрьму ее не посадили. Она не пострадала. А самое главное, что они с Любой теперь общаться не будут. Все. Мы не об этом договаривались. Признаю. Я хотела помочь Любе понять, что из себя представляет Вика. Но не таким низким способом. Мы должны все, Любе, рассказать. Подождите, подождите. Ну, пусть обманом. Но главное, мы избавились от Вики. Ну что, вы хотите все испортить? Я хочу все исправить. Люба, ты можешь выйти? Надо поговорить. Мам, давай в другой раз. Я сейчас вообще не хочу ни о чем разговаривать. Вика ни в чем не виновата. Это Леня все сделал. Как? Вот так. Вот так. Людня. Ты что, правда? Ты подкинул его? Люба, послушай. Я хотел, как лучше. Какой кошмар. Зачем? Послушай меня и постарайся понять. Я прошу тебя. Нет. Кому ты звонишь? Вики, естественно. Поверь мне, оставь все так, как есть. Ну? Не надо на меня так смотреть. Она права? Она права? Субтитры сделал DimaTorzok Тук-тук-тук Привет Привет Принесла тебе утренний кофе Покрепче, как ты любишь Спасибо тебе огромное Как нельзя, кстати Всю ночь не спал Дома кофе не выпил Вот теперь, видишь, весь день разбитый Ну я даже что угадала Ммм Как вкусно Ну хоть кто-то заботится обо мне Ну скажешь тоже А как же жена? Ну а что жена? Вот теперь смотрит на меня Как Мегера Ты чем ей не угодил? Да, понимаешь, хотел как лучше Получилось как всегда Я хотел отвадить от нее Так называемую сестру Вику Ну? Значит, рассказал тече свой план А она возьми и расскажи все Любе Ну вот теперь она и бесится Зачем ты тече-то проболтался? Ай, да черт его знает Она тоже ее терпеть не может Но ты же хотел от нее избавиться Если за что она у нас такая честная Слушай Может ты поговоришь с Любой? Лень, ну ты же знаешь Я всегда готова тебя понять и поддержать Ну какой смысл мне с ней разговаривать? Да не переживай ты так Я правда не вижу повода для беспокойства Твоя любящая женушка сама тебя простит Вот увидишь Ну не знаю, не знаю Вика Нам нужно поговорить Не переживай, я до работы до конца месяца Может даже уйду раньше, если другую работу найду И ты меня больше не увидишь тогда Ну зачем ты так? Я знаю, ты ни в чем не виновата Да что ты знаешь? Когда я тебе говорила, ты не верила Ну я просто помыслить не могла Что мой муж на подобный способен Стоило бы догадаться, что муж Да, это дело рук Лени Прости Кого простить? Тебя? Или его, может? Это ты им поверила? Девушка Первое, можно? Я дождусь или нет? Куриный или борщ? Куриный Куриного нет, борщ Все, я уже ухожу Пожалуйста Благодарю Борщ Ну ты же кого точно не ожидала увидеть, так это вас Ну что, это хотели? Здравствуй Я хочу с тобой поговорить Ой, не надо, вы меня же все сказали Дика, послушай, мне само это дается нелегко, поверь Я хочу перед тобой извиниться За то, что плохо о тебе подумала Я прошу простить мою семью За то, что причинили тебе много плохого Ты что, серьезно? Абсолютно Ну поверь, правда, я говорю от чистого сердца Вы предо мной сейчас извиняетесь? Обалдеть Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люб Ну сколько можно дуться? Неужели ты не понимаешь, что ты сделал? Я сделал все, чтобы оградить нашу семью от ненужных проблем Это подлость И я просто в ужасе от того, что ты считаешь это нормальным В последнее время мы совершенно перестали понимать друг друга И все из-за этой Вики Она вклинилась в нашу семью, чтобы все испортить Лень, как легко ты находишь оправдание И как легко ты обвиняешь во всем других Что происходит, Лень? Я тебя не узнаю, раньше ты не был таким Да я-то каким был, таким и остался А вот ты изменилась Нет, я этого так не оставлю Это Вика меня уже достала Скоро она начнет претендовать на наследство А Люба, того и глядя, ее поддержит Да брось, ты провелищуешь, потому что вы с Любой подсапались Ну как поссорились, так и помиритесь А эта Вика, она вообще не стоит твоих нервов Поверь мне Что ты собираешься делать? В первую очередь избавиться от этой Вики любой ценой Так сделай, это в чем проблема? Ты в конце концов начальник и у тебя есть слияние Найти к чем придраться не проблема Думаю, это вполне реально А ты права Хорошая идея Здравствуйте, вызывали? Садитесь Вы по поводу испытательного срока? Я справляюсь? Я стараюсь очень честно И вдруг я что-то не так делаю Вы мне говорите, я все исправлю Ну просто опыт работы маленький, поэтому я Вы скрыли от нас тот важный факт Из вашей биографии, как судимист Ну да, это правда Но дело в том, что это было очень давно И я уже давно понесла наказание И раскаялась Ну вы же понимаете, что все эти аргументы Не имеют никакого значения Они даже звучат смешно Я просто пытаюсь объяснить Ну а не надо ничего объяснять Я вас не для этого вызвала А для того, чтобы уведомить, что вы уволена Как? А если бы они скрыли этот факт Вы бы приняли меня на работу? Или это теперь клеймо на всю жизнь? А думать нужно о последствиях, прежде чем что-то делать Я когда совершала эту ошибку Мне как-то по барабану Да ты что? А мне кажется, это ты постарался Мне для тебя стараться? Да кто ты такая, а? Я тебе открою маленький секрет Мне на тебя наплевать А на кого тебе не наплевать? На себя любимого? Или может быть на сестру мою? Я б видела, как ты пялишься на эту Олесю А тебе что? Завидно стало, что ли? Да нет Я просто тебя насквозь вижу Провоцируешь меня? Ты что, боишься, что ли? Или я тебе не нравлюсь? Люба Гаттон Люба Люба Я тебе сейчас все объясню Это не место для выяснения отношений Люба Так что случилось? А тебе лица нет? Ты не поверишь Я застала Леню с Викой В смысле? Тебе, наверное, показалось Я даже себе представить не могу Я тоже этого не ожидала Ни от Лени, ни от Вики Я столько для нее сделала Ничего себе И что теперь? Я вообще не знаю Вот это сюрприз Ты знаешь, я не верю Что это Ленина инициатива Наверняка это Вика сама к нему на шею вешалась А она могла Ушлая девчонка Она казалась совсем другой Да это потому, что тебе хотелось, чтобы она была другой Но ничего Теперь, когда ее уволили Она исчезнет из своей жизни Она исчезнет из своей жизни и все наладится Поверь мне И она говорит Пингвины Слушайте, в доме находиться невозможно Так и не находись Мы тебя тут не держим Урод Не понял Что хамишь-то? Что нормальным людям жить не дает? СМЕХ 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 Давай, только осторожно Ой, гонщица Ага Ой, мам Я дома не хотела говорить Что, с Леней что-то произошло? Ой, если это из-за моего браслета, забудьте об этом Выспонимай это просто как досадную ошибку И прости Мам, да если бы Он мне изменяет Что? С чего ты взяла? Да я застала его с Викой С Викой? Да Я просто даже не знаю, что мне теперь делать Ну даже Это только ты можешь решать Сначала я думала, все Не видеть, не слышать Вообще ничего не хочу Расстаем все и только Я тебя понимаю Конечно же, ты живешь с мужчиной Ты его любишь Ты веришь ему Ты А он Да, люблю И опять же, Оля Не спеши Надо успокоиться И все обдумать Разрушать легче, чем строить Да я понимаю Но как? Ну вот что, мне просто взять И все это забыть? Да нет, ну конечно, это очень тяжело Я вот через 20 лет узнала Об измене твоего отца И то мне тяжело Мам А если бы ты тогда Обо всем узнала Что бы ты сделала? Я рада, что я тогда Ничего не узнала Оля! Оля! Ты все еще здесь? А что домой не идешь? Рабочтитель давно закончился? Я в курсе О! Все так раскидно Как будто здесь ураган прошелся Что это происходило? Ничего не происходило Просто достало все Слушай, ты просто устал Иди домой А я тут сама все приберу Да не хочу я никуда идти Боишься объяснений с женой? Что, Люба уже все рассказала? Ну да Лень Я тебе честно признаюсь С поведением Любы в последнее время Я даже могу тебя понять Но Вика Что ты в ней нашел? Да не было у меня ничего с этой Викой Но Люба говорит Что она своими глазами все видела Да дурацкая ситуация получилась Это Вика хотела меня подставить И у нее получилось А Люба неправильно все поняла Ну я так и подумала Что Люба все преувеличила А я тебя предупреждал Насчет Вики Она просто завидует тебе И хочет за все отыграться За свое детство непутевое За то, что отец их бросил Вот нашла способ Хорошо Может быть ты и был прав Насчет нее Как бы это грустно ни было Я прав, Люба Но ты Как ты-то мог? Как я мог что? Лень Я своими глазами видела Как вы Люба Послушай Ты неправильно все поняла Знаешь, Лена Это очень трудно было понять Как-то иначе Люба У Олечки температура Добрый день Я по поводу объявления А вы уже нашли? Извините Здравствуйте Я по поводу работы Ну опыта у меня особого нет Я подрабатывала А постоянного места работы не было Нет, но я быстро учусь Ну вы зря так думаете Я очень быстро схватываю Алло Алло Как Оля? Температура спала? Да Вот уснула Возьмите Пожалуйста Возьмите 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 сходите, сходите, развейтесь. Олечке получше, я с ней посижу. Хорошо, пойдем. Любонька, ты же знаешь, что я тебя люблю. Так же, как и раньше. Как когда-то мы с тобой встретились, поженились. Для меня с тех пор ничего не изменилось. Разве? Да, любимая, ничего. А как же Вика? Любонька, я же говорю, между нами ничего не было. Лень, я собственными глазами видела. Милая, давай не будем поддаваться на провокации твоей сестры. Она хотела нас с тобой поссорить. Она специально бросилась мне на шею, потому что знала, что ты увидишь. Почему я должна тебе верить? Да потому что ты знаешь меня. Потому что мы вместе уже 10 лет. Разве этого недостаточно? Неужели ты позволишь какой-то самозванке взять все и перечеркнуть? Мне бы очень этого не хотелось, Лень. Но просто я... Люба, поверь мне. Ради нас, ради нашей любви. Ради воли, в конце концов. Лень. Сначала ты подбрасываешь Вике мамин браслет. А потом ты с ней целуешься. Я просто не знаю, как это все забыть. Пожалуйста. Ради нашей любви, ради нас. Ради нашей семьи, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я завтра с утра подъеду Ну мы же договаривались Ну прости, милая, я не рассчитал по времени Да, ну все, пока Ну что, говорит, чтобы мы без него ехали Он задерживается Нет, ну давайте тогда завтра уже все вместе поедем Нет, мам, мы готовы, поедем сегодня Выяснимся на свежем воздухе Оля, ты готова? Да! Все, поехали! Все, побежали! Давай! Давай! Кажи! Что Люба хотела? Да мы на дачу собрались Спрашивала, где я Ты поезжай, если нужно Нет, 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 это не критично Давай-ка мы с тобой лучше проект добьем Хотя ты знаешь что? Не мешало бы нам с тобой кофейку выпить И перекусить что-нибудь для перезарядки мозга Отличная идея Я тоже проголодалась Я за кофе А я пиццу закажу Угу Ну как у вас, Леня? Нормально Хотя, конечно, после всего, что произошло Ощущение такое, что как будто что-то сломалось Вроде все хорошо, но не так, как раньше Дожди, все наладится Нужно время Может быть Во всяком случае, мы оба стараемся Все исправить Я рада, что ты Решила сохранить семью Прошлое останется в прошлом Нужно думать о будущем Он ребенка на ноги поднимет Ой Даже домой не тянет Всю ночь бы так работала Да ты трудоголик Я? Да Так таким боссом, как ты, любовь станет трудоголиком Только бы перекусить не мешало бы Я часа пять проголодалась Ну можно пиццу доесть, например Да Еще бы бокальчик вина для полного счастья Кстати, интересная мысль Мне она, пожалуй, нравится Ммм Да Так может заскочим куда-нибудь после работы? Посидим? Зачем откладывать? У меня здесь все есть О, так Ух ты Красиво жить не запретишь Так, объявляется небольшой перерыв Для восстановления сил сотрудников Прошу Так ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В каком смысле? В какую больницу? Да, хорошо Еду Мы в аварию попали Надо срочно ехать в больницу ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Продолжение следует...